Друзья, всем привет! Сегодня автомобильная тема и в этом видео пойдет речь о роботизированной коробке Lada Kalina Cross, Lada Granta Cross, Lada Granta простая. Вот она эта коробка роботизированная. Многие ее боятся. Я всем хочу сразу сказать, что не стоит бояться вот эту коробку. Абсолютно надежная, адекватная, нетугодумная, не тормознутая коробка. Считайте, что эта коробка автомат и в то же время с ручным режимом есть переключение. То есть тут два режима. Смотрите, вот у меня пробег почти 50 тысяч, ни одной поломки. И сейчас я хочу продемонстрировать. Вот смотрите, значит вот сейчас она находится в нейтральный режим. В таком режиме не едет. Вот я газую, вот видите, мы не едем. Переключаете вот в режим автомат, нажимаете педаль и она моментально трогается. Также есть режим назад. Я назад тронулся. Реагирует, не тупит, как многие выдумывают, что она тупая, что она тормознутая. Я не знаю, у меня таких нету нареканий, никаких претензий к этой коробке нету абсолютно. Коробка, она как автомат, но она обыкновенная вазовская коробка с немецкими актуаторами. Здесь такие вместо сцепления актуаторы такие, да, вот установлены, которые реагируют на педаль газа. Чем сильнее давишь, тем быстрее едешь. Как на автомате, вот видите, А1, потом А2, А3, А4, А5. Она переключается, ну, спокойно, адекватно. Если вы ускоряетесь, она, если вам надо, ну, на обгоне, она переключится с пятой на четвертую, да, и с четвертой на третью. Сама переключится, чтобы дать жару, так скажем, как кикстартер, да. Но вы при этом производите вариацию газа. Если вы его будете до тупения, этот газ давить в таком режиме, конечно, она захлебнется, эта коробка. Вы будете опережать ее, ну, в том плане, что вы не даете ей, ну, сообразить. А у нее есть доли секунды, где вот, ну, ей приходится сообразить, но эти доли секунды абсолютно незаметны. Ну, а если вы прям хотите гонять, чтобы прям без вот этих долей секунд, моментально и мгновенно, вот в этой коробке предусмотрен вот режим ручной. Вот, видите, M. Отображается M, и вы плюсиком добавляете, вот он, плюсик, добавляете. Первая плюсанули, вторая включилась. Плюсанули, третья включилась. Плюсанули, четвертая. Плюсанули, пятая включилась. И также назад минусуете, как на ручной коробке. То есть вперед и возвратная, да, то есть схема переключения. Вот и все. В этой коробке, в ручном, в механическом режиме, да, это автоматически, а это, видите, механически, механика. Вы можете ее программировать, вот эту коробку. Я заметил, я не знаю, как другие заметили они или не заметили, но я заметил, что эту коробку можно научить. Ее периодически, ну, недели на две, то есть вы ее, как бы, обучаете вот в механическом режиме. Вот, допустим, вот вы тронулись, да, и на вторую плюсанули. Вот я плюсанул на вторую. Не знаю, как вам видно, не видно. Вот я сейчас остановлюсь. Мгновенные такие плюсования создать, и коробка вот этот режим запоминает в итоге. И уже в автоматическом режиме, при этом интенсивном плюсовании на механическом режиме, она в автоматическом уже будет именно так себя и вести. То есть вы, как бы, ей задали этот тон. Вот и все. И она не ломалась, ни сбоев никаких не было, не тупила. Самое главное, что в этой коробке, я хочу сказать, вот все говорят, что она гудит, как механическая коробка в Lada Kalina Cross или в Lada Granta Cross. Я сразу вот сейчас вам покажу, что нифига, ни хрена, извиняюсь за выражение, она не гудит. Именно, именно роботизированная. Вот давайте посмотрим. Вот я в автоматическом режиме сейчас тронулся. Видите, вот она переключается. Не гудит она. Вот, смотрите, видите, она у меня сама переключилась. Я сейчас снимаю одной рукой. Вот. Вот она, на четвертой. Я могу дать жару. Вот, смотрите. Вот. И не гудит коробка, это гудит двигатель. Да, то есть обороты. Вот, на пятую перешли. И гудит двигатель, но не коробка. Я знаю, про какой гул говорят многие, да, вот в Lada Kalina Cross с механической коробкой передач. Да, там есть вот гул. Именно гул коробки в вой, завывание. А здесь такого воя нету абсолютно. Так что вот я вот спешу всем опровергнуть информацию и мнение по поводу того, что гудит Kalina Cross коробка робот. Роботизированная коробка не гудит. Абсолютно. И вот, пожалуйста, вот на пятой скорости едем. Обороты ровно держит. 120 км в час сейчас вот здесь позволяет режим. О, видите, пролетел мотоциклист. Сейчас еще один пролетит. Молодцы, ребятишки. Уважаю. Сзади еще сейчас один. Сейчас на обгон он вынес. Молодцы. Уважаю байкеров. Вот, красавцы. Молодцы. Ну вот, в общем-то, речь идет сейчас в этом видео вот об этой коробочке. Вот я сейчас нажимаю тормоз, да, вот впереди, видите, препятствия. Ну, как бы приближаемся. И вот, смотрите, она пятую держит. Видите? Как бы показывает. О, еще, смотрите, байкеры. То есть, это вот сейчас бабье лето, золотая осень, сухая осень, недождливая. И вот байкерский сезончик заканчивается. Вот, смотрите, я вот понизил скорость, она пятую держит, да. Но, если я сейчас сделаю форсаж, вот, смотрите, вот, видите, она на третью сама раз и вышла. И на четвертую, и на пятую сама. То есть, вариация газом должна происходить. Абсолютно адекватная коробка. Мне очень нравится. Я, как бы, всем, еще раз повторяю, что не надо ее бояться. Она не ломается, она абсолютно не требует, там, какого-то обслуживания, как вот автоматические коробки гидро... Или как они называют, ну, гидромасляные вот эти вот планетарные коробки. Да, у нее нет масла. Ну, вернее, есть масло обычно, которое, как в обычной механике. То есть, это обычная механика, просто здесь сцепления нету. Как вот показать вам там, вот, смотрите, две педали, газ и тормоз, как в автоматической. Вот у меня свободная нога без сцепления. Не знаю, как это выглядит будет на видео, но я вам говорю, здесь две педали, газ и тормоз, как на автомате. АКПП, типа того. Ну, это вот робот, ну, она тоже АКПП, только вот не планетарка, и тут нету вот этого вот... Не нужно следить за маслом, здесь нет этого радиатора для коробки. Здесь вот актуаторы какие-то, вот они немецкие стоят, да. И, конечно же, сборка Лада, ну, тут по пути сейчас, ну, Лада и Лада, ну, сейчас вот под французами Лада находится. И как только под иностранцами оказался завод, так сразу адекватные автомобили появились. И вот она, ну, бюджетная машина, ну, абсолютно вот тут тихо сейчас в салоне, ничего не скрипит, никаких сверчков нету. Вот такой вот салон. Ну, он бывает разный, там, оранжевое исполнение бывает. У меня версия Black идет. А вот, кстати, видите, пятна, да, это, ну, дети, они проливали здесь эти напитки разные. Вот, что интересно, чехлы, кстати, вот в этой машине снимаются на молнии, просто вот эти вот обшивки снимаются, в стиральную машинку закладываете, стираете. Это просто я еще не постирал, я уже делал это. Но для этого нужно отдельный день, конечно же, да, когда никуда не едешь, у тебя голые сидения, ты видишь эту обшивку. Ну, обшивка тоже адекватна, она там держится на специальных креплениях таких. И все, вот. Надеюсь, вам видео это понравилось, надеюсь, после этого видео теперь будет всем ясно, что коробка абсолютно адекватная. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok